Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни, как бы вы ни крутили. Звонки, общение в чатах, новости, фото, видео, игры и многое другое, это то, что может дать этот гаджет, помещающийся в карман. И порой доходит до такого, что с ним мы проводим намного больше времени, нежели с близкими людьми. Да, конечно, при помощи них мы с ними общаемся, их видим и так далее, но так или иначе, смартфон всегда рядом. И, глядя на всю эту значимость и важность, у многих всегда стоит выбор перед покупкой, а какой же смартфон все-таки взять. Я в своей жизни сменил довольно нормально так телефонов, потом уже смартфонов, и только лишь с недавних пор у меня появился айфон. Бигфест, выгоднее с картой Альфа-банка. Получайте кэшбэк 50% за все покупки. Не просто выгодно, альфа выгодно. Чтобы вы понимали, этот ролик не про совет, что лучше взять, и почему что-то лучше, что-то хуже, и точно не сравнение смартфонов, это просто история о том, как я пришел к определенному бренду. История будет довольно интересная, поэтому буду рад, если вы поддержите его лайком, а если наберем 3000 лайков, то таких историй будет куда больше, да. Также не забывайте подписываться и делиться своим опытом по тем или иным смартфонам. Начну, пожалуй, с того, что первый телефон у меня появился где-то в классе втором. Да, это были в 2000-е, и такого понятия как смартфоны еще не было. И в целом телефоны это была не такая распространенная штука, от чего многие гаджеты просто переходили от поколения в поколение. Лично мне всегда перепадал телефон от бати, и первым моим смартфоном был Nokia 5100, в сером корпусе, который можно менять. Не, ну шикарная труба, я вам скажу. Будучи малым, единственное, что нужно было, так это пару прикольных мелодий, наличие игр, да, на нем была та самая крутая игра про шарик, кстати, на нем были даже читы, кто не знал, и желательно икпорт. Эээ, что это такое, спросите вы? Ну, если вы задаетесь таким вопросом, то тест на боммера вы точно провалили. Икпорт это такая штука, которая обеспечивала обмен картинками, музлом и прочим файлом между двумя телефонами, и чтоб что-то передать, нужно было положить телефон друг к другу, так скажем, икпорт к икпорту, и протяжать до окончания передачи. Да, чего ходили легенды, что он может сгореть, если близко держать телефон к телефону, но в то же время от этой близости, якобы, передача была быстрее. Раньше такого понятия, как Bluetooth, вообще не было. Он появился позже, чего множество школьников, да и не только, просирал свои деньги на получение какой-нибудь там заветной картинки или смешных видосиков, по типу пукающих обезьян под определенную мелодию, нехилые суммы для того времени. Я тоже не был исключений, поэтому я иногда просирал деньги на подобные видосы. Добрый внимание! Газовая атака! ЧП в зоопарке! Обезьян накормили горохом! Отправьте горох на 4-2-4-2! Убедитесь сами, какие ужасные звуки! Отправьте горох на 4-2-4-2! Да, так, я просирал деньги, получал лулей и получал серьезные беседы с батей. Но однажды мне удалось все-таки заказать мелодию бумер на свой телефон. Да, я был счастлив и слушал ее около месяца. Кстати, такого вот скама, в кавычках, было много, они были разные. То при покупке нового телефона интернет автоматом будет врубаться и снесет твой баланс в минус, ибо раньше интернет был на вес золота. Либо же, играя в какую-нибудь демо-версию на новом телефоне, у тебя настолько быстро вылезет окно приобрести игру, что ты тупо не среагируешь и автоматом туда нажмешь. Ну и себя, конечно же, спишет дофига денег. Короче, нормально так на бабки попадали. После данного телефона уже в третьем классе, под конец, то есть ближе к четвертому, да, мне на день рождения дарят мой первый телефон. Sony Ericsson K300i. Вообще, Sony Ericsson на то время считались довольно прикольными и популярными телефонами, тогда у меня появился Икпорт, камера, читался формат MP3, а не тот самый пердящий в ВАВ, и, возможно, сыграть уже более крутые игрушки. Звучит сейчас, возможно, не впечатляюще, но, поверьте, раньше это было капецко круто. Единственное, что не было круто, так это память. Да, раньше мы экономили как могли, и чтобы закачать себе какую-нибудь суперхитовую песню, типа Columbia Pictures, от пацана по Икпорту, у которого было интернет, у которого эта песня появилась у первого на районе, надо было чем-то жертвовать и выбрать, либо удалять смешные анимации, либо ультрасмешное видос с котиками. Да, это был реально тяжелый выбор. В то время, кстати, самые крутые типы еще с Сименсами ходили, да. Реально классные телефоны были, но у меня, к сожалению, такого никогда не было, увы. Еще помню с того времени легенду, что после покупки абсолютно сразу же телефон нужно около трех или пяти раз полностью разрядить и зарядить до 100%. Ходили легенды, что таким образом аккумулятор проживет намного дольше. С этим телефоном я проходил довольно-таки долго, после у меня был Nokia N70, который был уже с блютузом, с более крутой камерой, которая начинала работать, когда смахиваешь крышку, но которая не особо была нужна, ибо соцсети тогда не были развиты, да, и не фоткался никто особо. Кстати, Nokia это было что-то нечто крутое, они всегда вздевались как могли, и предоставляли совершенно разные телефоны, крутящиеся в виде слайдов, мигающие, в общем, попросите батька какую-нибудь бумагу для розжига костра под шашлыки, и вы 100% найдете какой-нибудь старый буклетик со смартфонами Евросети. Если же сейчас все пытаются делать под один какой-то тренд, типа камеру сбоку, или чтобы их там было множество, раньше всего было наоборот, делали максимально разные смартфоны, как только могли, и каждый по-своему был уникален и по-своему хорош. Ну и их все равно приходилось менять, кому-то хотелось чего-то нового, а у кого-то старый смартфон умирал от батарейки или просто начинал тупить так, что ну вообще капец. И это, кстати, несмотря на то, что на него не приходило тысяча обновлений в год. И как раз таки тормоза и что-то новенькое лично у меня всегда и до сих пор проявляли желание поменять смартфон. Следующим моим уже не телефоном, а смартфоном, кстати, сенсорным, да, я стал крутым, был Express Music, тоже Nokia, но не тот самый, который крутился в рекламе, тот вообще отрыву башки был. У меня моделька была послабже, но тоже не менее крутой, и с этой серии даже Стилс был в комплекте, да. И где-то в этом моменте я уже понимал, что телефоны капец как начали развиваться, ибо разрешение экрана, игры, камера стали быть уже значительно лучше. И вот эта вот тема, когда ты заходишь в какой-нибудь магазин электроники и начинаешь все это смотреть и тыкать, стала частым явлением. Забавно то, что этот телефон я чуть на второй день после покупки и в день уезда с этого города навсегда, чуть не просрал его в районе своей родной школы. Но благо его никто не подобрал, и я крайне быстро его нашел, но сердечко нормально так пофигарило, правда. Тоже очень классный телефон был, прям нереально, у него была своя там операционка, не знаю, музыка, музыка, вся вот эта вот тема, но, короче, он был маленький, удобный и в то же время со всеми функциями, короче, прям вообще улет. После него, кстати, из-за того, что засранка начала тупить, был еще какой-то промежуточный телефон от Nokia, даже не помню его название, был куплен тоже на твари, а вот после него появилась та самая реклама Nokia Lumia 920 с той самой песенкой. Я понял, что это тот самый телефон, который я точно хочу. Клевый, ничего не сказать, и, кстати, именно с него у меня появился онлайн-профиль для Xbox, потому что для него нужно было создать какую-то учетную запись, чтобы телефон работал. В итоге, почему-то эта учетная запись до сих пор считается как за ребенка, в общем, ну, короче, как так было. Еще помню, как меня обойтило тему, что его сенсором можно пользоваться даже в перчатках. Да, для меня это было весомее того, что на телефоне долгое время не было СВС-серфера, так вот я вот странный, да. В то время уже, кстати, существовали айфоны, если не ошибаюсь, выходила пятерка, и до этого момента я, честно говоря, никогда не смотрел в их сторону. Так же, как и на Самсунке. Не знаю, андроиды в том виде, которые были, мне он не особо нравился. А айфоны, несмотря на то, что их уже обсасывали как могли, просто не привлекали. Как-то казалось, что это, ну, капец какой дорогой телефон. Бигфест. Выгоднее с картой Альфа-банка. Получайте кэшбэк 50% за все покупки. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Хочу отметить, что Эйпл уже очень давно начала аж с первого там айфона, который я, кстати, тоже видел, щупал, очень грамотно пиарить и поддерживать устройство, отчего сейчас в умах людей, даже когда ты будешь вести речь просто о смартфонах, почти сразу же у большинства будет выпрыгивать бренд айфон. Он даже созвучен смартфон, айфон, а от этого бренд становится еще популярнее. И в головах то, что по многим параметрам айфон лучше, просто капец как вживается в голову, отчего, кого не послушав, айфон это какой-то просто идеал. Но несмотря на это, мне все равно нравилась серия Lumia. Это те смартфоны, за которыми я действительно следил, они мне нравились больше, чем все остальные, те самые плиточки, хорошая камера и самое главное стабильность. Все это действительно давало приятное чувство от использования, и я не хотел пересаживаться с этой операционкой, даже несмотря на то, что многие разрабы не особо хотели делать для нее приложение. Да, чтобы вы понимали, на момент выхода данных смартфонов было даже проблематично поставить любой рингтон. Надо было скачать какое-то стороннее приложение с определенными рингтонами, либо что-то еще. Короче, несмотря на то, что функционал был ограничен, мне это нравилось, ибо самое основное все равно было. Ну а так уж получилось, что первый телефон у меня два раза сломался, да, подвела та самая операционка, которая вырубала мой смартфон напрочь и уходила в бесконечный ребут. А после смены на модель 830, кстати, у меня их было аж две, ибо у одного у меня был разбитый грант, кстати, первый раз в жизни я так угробил свой телефон. А на втором таком же телефоне я понял, что Microsoft это та компания, которой лучше не доверять, ибо множество обещаний по поводу будущего Windows Phone она так и не смогла сдержать. И я прокинула довольно большую часть клиентов, пообещав им сначала обновить все смартфоны до 10-й версии Windows, а потом и вовсе убила бренд, поэтому и на ситуацию с Xbox я не особо радужно смотрю в последнее время. Но если вы думаете, что моя любовь к Nokia закончилась, нет, я не тот человек, который учится на ошибках, я упертый баран, который никогда не сдается, и в универе я купил себе новый телефон. Самый обычный уже на Android тоже Nokia, модель N5, ибо она как-то выбилась из-под крыла Microsoft, ибо вот эта вот вся молодежная штука, которая была ранее, ну вот именно погоня за инновацией, меня стал покидать. И на Samsung и iPhone я все еще не смотрел. У меня, кстати, брат на тот момент и iPhone пользовался, и Samsung, короче, он был в тренде, но меня все равно это не прикалывало. Да и как-то сэкономить уже хотелось. Как я плевался, несмотря на вот этот быстрый процессор, скорость и бюджетность и прочий слоган в рекламе, эта голубая фигня лагала как дура. Я с ней проходил, по-моему, около полгода, до тех пор, пока она окончательно не стала тупить так, как будто у меня не телефон, а в руках кирпич с экраном. И тогда, честно говоря, сложно было выбрать какой-то телефон, ибо я чутка перестал ими интересоваться, не знал за модели, за некоторые бренды, ибо тогда уже появились Xiaomi, Redmi и еще что-то. Но каким-то образом у меня пал взгляд на Xiaomi Mi 6, поскольку он напоминал iPhone, но в то же время был бюджетным вариантом и с возможностями Android. Честно скажу, это был один из самых лучших смартфонов, которым я пользовался, ибо та самая стабильность действительно была. Было уже множество приложений, за ту цену, за которую я его брал, если не ошибаюсь, это было, по-моему, 23 тысячи вообще. Это было реально топ за свои деньги. Но время не щетить никого, чем дольше я им пользовался, а пользовался я где-то 2-3 года, к концу он также начал немножко виснуть, а самое главное, память стала уменьшаться сама собой. Каждый день принуждая себя либо делать очистку кэшу, мэша и тому подобную тему, короче, это надоело. Искав себе новый смартфон, я реально думал над этим уже около месяца. Перебрав самый разный вариант, я понял, что тот самый Xiaomi уже нормально так подрос в цене, и от того же крайнего айфона разница была уже невелика. И тогда вот этот слоган Xiaomi за свои деньги, он как-то, ну все, он стал неактуален. Кстати, именно после Lumia 920 я понял одну истину. Если у вас старый телефон, лучше цельтесь на флагман. Он проживет у вас куда больше и покажет куда большую стабильность, нежели модели постарее. Ну, конкретно не айфон, а вот другие бренды. Ибо покупая себе изначально бюджетный телефон, готовься к тому, что в течение времени стабильность покинетчат. А чего в целом мне и повезло с Mi 6, ибо на момент своей не особой актуальности, все равно он был в линейке флагмана по мощности, поскольку с ним вообще была странная история, то в продаже его было не так много, ибо Xiaomi выпустили подобный телефон почти сразу же, и в итоге, чтобы не отражалось на продажах нового, было принято решение быстро убрать с рынка старую модель. Поэтому Mi 6 вообще присуществовало не так много. И в итоге долгое время я думал об айфоне, ибо та самая операционка, помимо того, что она действительно казалась стабильнее, и для меня это в последнее время самое главное, стало действительно привлекательным, кастомизацией, гибкости и прочих этих штук. И да, ходить обрезанно от большого числа аксессуаров, чехлов уже как-то за всю жизнь надоело, ибо найти какой-нибудь нормальный чехол для не особо популярных телефонов было сложнее, чем на айфоны, ибо для айфонов продаются на каждом шагу. Покупать бюджетный вариант, который начнет тормозить в скором времени, не хотелось, и в итоге, как вы думаете, что произошло? Я снова купил Nokia. Ладно, шучу, я ничего не покупал, моя жена, поскольку я крайне красив, умен, и у меня огромный потенциал, и слишком длинный язык в некоторых вопросах, подарила мне на день рождения айфон 12. Честно говоря, я не особо люблю получать столь дорогие подарки, мне их больше нравится дарить, ибо в прошлом году я своей жене как раз и подарил 11 модель, и она, видимо, решила так ответить. Не, я был рад подарку, но мой опыт слегка отличался от того, что мне всегда говорили про айфон, что это крайне стабильная тема, что никогда и ничего не вылетает, ничего не тупит, все делается настолько интуитивно, и понятно, что ну просто не телефон, а ходячий идеал. Отчего многие ничего кроме айфона по сути и не глядели больше. Но лично по своему опыту скажу, что попользовавшись с андроидами и виндос фонами, для меня интуитивностью в айфоне не пахло. Поскольку, чтобы даже выключить телефон, мне пришлось это загуглить, и тогда ты понимаешь, что тебе нужно оказывается нажать не одну кнопку и подержать, а целых две. А чтобы сбросить звонок, нужно нажать на два раза на блока, о котором вообще ничего не сказано, отчего я около полгода вообще не сбрасывал звонки. А еще меня изначально очень сильно поразил журнал звонков, который мне не дает увидеть, сколько мне звонил тот или иной номер. Ибо если бы на андроидах или там в любом Xiaomi там сохранять все журнал на целые года, тут чисто неделя. И когда ты не успел сохранить номер, а он тебе звонит, ты будешь думать, что это и кто это. И да, проблем с операционкой и неработающими функциями тут тоже есть. У меня появились год назад Apple Watch, я купил их у брата, и в итоге и пульт камеры иногда не работает, и наушники иногда нормально не коннектятся, хотя AirPods тоже. Не отображается заряд, то есть та самая что тут значительно меньше проблем, чем в других телефонах, это действительно радует. И почти нету тех самых тормозов, но я просто обозначаю, что какая-то часть проблем здесь все-таки присутствует. Но в остальном iPhone все-таки был хорош. Он действительно стабилен, он с хорошей нелагающей камерой, с хорошим звуком, вибрацией, самое главное с большим списком приложений, от чего тебе даже не надо задаваться вопросом, а будет ли у меня там та или иная функция, игра и так далее. Будет. Это iPhone. И уже по-моему как за 3 года он все еще стабильно себя ведет, радует, помогает в контенте и приходить куда-то еще уже не хочется. Единственный косяк, конечно, это батарея, которая за 3 года чутка подсела и держит норм заряд около 4-6 часов. Заряжается, конечно, это быстро, но при активном использовании батарея минусуется прямо на глазах, ибо емкость сейчас составляет у меня 81%. Что вы понимали, это не говорит о том, что iPhone это просто лучший смартфон. Нет. Просто он мне больше подошел. Понравился и после использования у меня остались довольно хорошие впечатления. От чего перейти обратно на Xiaomi или купить какой-нибудь Samsung или другую операционку, ну просто нет желания. Ибо ты к ней привыкаешь, привыкаешь к мега быстрому и стабильному использованию, и свой старый опыт с микрофризами или временно подумать не особо поднимает желание возвращаться куда-то обратно. В общем, сейчас у меня как раз таки iPhone, и с ним, я думаю, прохожу еще долгое время. В целом, вот такая вот история, как у меня появился iPhone. Если она вам понравилась, обязательно прожмите лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои истории, как вы дошли до какого-то бренда, какие телефоны нравятся и так далее. А на этом у меня все. Еще раз большое спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.